Несколько раз в неделю они берутся за ракетки. Судя в отставке, люди слишком активные, чтобы даже на заслуженном отдыхе сидеть на месте. Организацией досуга для судебных пенсионеров занимается Совет ветеранов. В летний период мы организовывали туристические поездки. Мы посетили вот эти пещеры в селе Покровка. Выезжали в Саракташ неоднократно в обитель. Кто отвечает за работу с детьми, кто отвечает за поздравления, кто за спорт. Шахматы, волейбол, настольные теннисы, просто занятия на тренажерах. Все это доступно не только действующим судьям. И хотя сами ветераны называют свои тренировки не занятиями спортом, а просто физкультурой, за последние годы им удалось достичь значительных успехов. Это подтверждает и Федор Иванович Васильев. Именно он в Совете ветеранов отвечает за спортивные мероприятия. Два года назад встали за теннисный стол, сели за шахматы и столы. Люди практически мало что умели. А сейчас уже участвуют в соревнованиях. И это не один, два, три человека, а массовые увлечения. И, глядя на более молодых, решили заняться физкультурой и те, кто находится в отставке. Михаил Прокопьевич всю жизнь посвятил судебной работе. В 1965-м, сразу после института, он устроился в Оренбургский городской суд. Судья в отставке застал непростые времена становления судебной системы, но и тогда, и сейчас, шти установленный закон, несмотря на всевозможные перипетии. Михаил Прокопьевич вспоминает, и раньше судьи активно отдыхали, вот только условия были не столь хороши. В свое время, помню, покупали мы и бильярдный стол, и ставили его, играли в перерывах или после работы, теннис. Но это было все в залах. Специального зала не было. Для таких условий, которые сейчас имеются возможности заниматься как личным составом областного суда, так вот нам приходится приходить сюда. И совсем другое дело. Во время передышек между сетами, судья в отставке обсуждают, как отметить юбилей судебной системы Оренбужья. Ведь, несмотря на то, что они теперь не ходят в процесс, это все же их профессиональный праздник. Карина Тимкова, Семен Воробьев, Новости дня.